Друзья, приветствую! Константин из Питера передал образцы масла Mobil 1 FS040. В масло добавлена присадка полимериум X-Friction, это молибден. Ранее был создан эталонный образец свежего с разбавленной присадкой, чтобы получить спектр для следующего сравнения с отработкой. Этот процесс я вам показывать не буду, не знаю, надо долго искать это видео. Значит, две пробы. Первая из большой банки, это проба из слива картера, середина слива, и вторая маленькая проба откачана специальным насосиком из стакана масляного фильтра или самого фильтра, это стакан, да. Ну, в общем-то, можно приступать. Так, значит, описание, это BMW 640 F13 2011 года с трехлитровым турбо, N55B30 320 сил, объем масляной системы 6,5 литров, 139 тысяч практически пробег, пробег на данном масле 4,5 тысячи, ну, плюс-минус, и это 226 моточасов. Средний расход 14,7 литров на 100 километров использовалось с сентября 2021 по январь 2022. Топливо используемое Shell 98. Все, закладываю образец из большой канистры, из картера, ну и сейчас посмотрим, что намеряет прибор. Так, смотрите, значит, по противоизносным присадкам 113 процентов, не кисло, скорее всего, это Shell 98. Смотрите, есть нитрование, обращать внимание на числа, я уже знаю, значит, гликоля 0, нитрование 30,8, окисление 27,2, сажи 0,05 процента, сульфатирование 41 и, значит, кислотное 3,35, а щелочное 7,7, то есть как бы масло еще живое, ну, учитывая, конечно, нитрование, и 569 ппм воды, учитывая нитрование, но нитрование, как вы знаете, это, скорее всего, проблема мотора, то есть это не масло. Здесь или выхлоп, значит, затруднен, или впуск, если грязный, значит, фильтр воздушный, ну, и бывают еще картерные газы, все-таки протечки, как пишут так в переводе, протечки уплотнения поршневых колец. Так, это, значит, первая проба была, сейчас вторая проба, это, кстати, масло полнозольное, да, насколько вы понимаете, вот я подписываю, что это, значит, масляный фильтр, здесь тоже самое описание, ну, и внизу вот написано, что это проба из масляного фильтра. Закладываю образец, сейчас посмотрим, что прибор намерит, ну, и сравним. Ну, и тут, смотрите, значит, противоизносный, там 113, здесь 95, гликоль один в один, нитрование один в один до единицы, окисление один в один, сажа один в один, сульфатирование один в один, кислотное число отличается здесь выше на 0,02 и щелочное на 0,3. Здесь 8 в фильтре, там было 7,7. Не знаю, может быть, это связано с тем, что какой-то там больше отстаивается, или где-то в фильтре застревает что-то, ну, как бы, вот то, что есть основное, ну, большинство показателей просто один в один, что для меня даже, честно говоря, удивительно, потому что даже если не меняешь пробу в кривете и сделать два замера, все равно есть небольшая там, ну, минимальная на уровне там процента двух погрешность, там какие-то цифры скачут, то есть здесь просто выстрелило. Вы это можете проверить, кстати, вот сверху записи экрана, там время теста, здесь разница между ними 9 минут. Ну, это пока откроешь, прочистишь все, проверишь частоту ячейки, потом следующую там, когда создаешь, начинаешь запись экрана, записываешь эту запись, запускаешь одновременно, там манипуляции проходит, минут 10 так и проходит. Значит, сейчас сравню вязкость. Верхняя кювета это свежая, вот здесь плохо видно, надо было, наверное, подписать. Видно здесь такой оттенок красновато-коричневатый такой. Ну и посмотрите, здесь вообще никаких вопросов к маслу. Кстати, двигатель потребляет масло, но в данном случае доливок не требовалось. Посмотрите, минимальнейшее разжижение это с учетом того, что в основном это городская эксплуатация со средней скоростью 27 километров в час, то есть очень такая неспешная, скажем так, пробочная езда. Прекрасно масло себя проявило. Ну и давайте посмотрим предполагаемый ресурс, что было, что стало. Я учитывал значение из картера 7,7, ну как бы не завышая ни в коем случае. Ну и здесь получается, вот смотрите, семь с половиной тысяч километров по пробегу в этих условиях в этом автомобиле и 376 моточасов по часам. Значит, скорее всего, конечно, в данном случае масло не проедет этот интервал, потому что нитрование там уже нарастает и дальше будет уже образовываться шлаки, шламы, значит и загустение, загущение пойдет. Вот, но это, повторюсь, это проблема конкретного, ну там, мотора, что-то надо разобраться. Скорее всего, это Питер, столица пыли. Значит, много зимой посыпают песка. Город большой очень, много приходится посыпать дороги и вся эта вот пыль летает, забивает воздушный фильтр, ну и так отражается. То есть, я думаю, что ресурс в нормальном моторе и еще больше. Здесь уже, значит, нитрование сокращает ресурс, уже вот то, что даже есть сейчас. Вот, ну и тем не менее, масло очень достойно. Ну, конечно, Mobil 1 в очередной раз стоит признать, это такой топчик, топ. Кстати, удивительная история, я не нашел у Mobil 1 допусков BMW. Пропали. Вот там знакомый попросил порекомендовать и начал искать. Ну, значит, ничего подходящего именно по BMW нет. Но можете, владельцы BMW, использовать масло, в принципе, так по паутинке либризола с допуском Porsche C40. Практически все перекрывает Longlife 4, за исключением небольшого отставания по топливной экономичности. Ну, понятно, что это сороковка. Ну, вот, тем не менее. Значит, вот такой получился тест. Точность даже меня удивила вот в некоторых моментах очень сильно. Пишите, что думаете. Масло отличное. Благодарю Константина за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!